Виктория, вот вы были на Украине в 2014 году, когда разворачивается оранжевое событие. Вот то, что сейчас мы посмотрели в видеоролике, то, что вы лично наблюдаете за тем, что происходит, похоже ли это на то, что тогда было в Украине? Вот, к сожалению, как раз я вижу, что события абсолютно идентичны. И это на самом деле очень страшно. Я тогда, не могу сказать, что стремилась попасть, но оказалось реально в гуще событий. Как раз в феврале 2014 года я приехала, можно сказать, в гости, мы общались с правозащитной организацией, налаживали контакт с Россией, у нас были такие партнерские отношения. А тут у них постоянные вот эти протесты, сборище на Майдане. Ну и, естественно, мы тоже пошли посмотреть, что же там происходит. Вообще, Киев это очень красивый город, но в тот раз мне было очень печально его видеть, потому что вот эти горы-брусчатки, когда люди совершенно асоциального типа заполнили крещатик, и вот этот палаточный городок, когда ходят молотчики в балаклавах с дубинками наперевес, когда вот эти шины горят, какие-то бочки, какие-то, ну, совершенно люди, которые, не знаю, чем они, под алкоголем, под наркотиками. И вот эти националистические лозунги, мне было страшно сказать слово по-русски, потому что я понимала, что меня могут, ну, просто прибить. И начиналось тоже все мирно, то есть начиналось с того, что они хотели Евроассоциацию, там по определенным причинам пришлось этот процесс отложить, все, начались протесты. Сначала лозунги были совершенно спокойные, но они стали ставить вот этот палаточный городок, вот эти начались митинги, причем митинги, понимаете, это все по всем законам психологии, так же, как и в Беларуси сейчас. То есть собирается большая толпа, это профессиональное оборудование, это вот эти светодиодные экраны, вот, выступают, выступают обязательно представители религиозных конфессий самых разных, обязательно песни душевные, такие, знаете, с надрывом про Украину, свободу, волю, и все вот это вот за народ, а затем выходит тот же Яценюк и говорит, вот, ура, мы сейчас объединимся с Европой, я поеду к Меркели, она даст нам денег. Вот можно подумать, что особенно как раз тогда очень тяжелая была ситуация в Европе, Германия самый донор для всех, ей только вот Украины не хватало. Вот, и с мирных сначала началось, да, вот этих лозунгов, потом в одну из ночей по какому-то очевидно отданному приказу был силовой разгон палаточного лагеря, и усиленно избили студентов, и все, лозунги поменяли, все стали говорить долой Януковича. И дальше начался просто бандитизм. Причем было достоверно известно, что Беркуту, это милиция ОМОН, да, украинские, им давали приказ не применять оружие. То есть они стояли с резиновыми дубинками, в них летели камни, коктейли Молотова, то есть их жгли буквально. Это было очень страшно, их очень много пострадало, но это никто не расследовал, никто не был признан, призван, да, к ответственности, не наказан. Даже те, кто убивал людей, там около 30 человек, по-моему, погибло, именно милиционеров. Вот, и все, и понимаете, вот как только начинал стухать протест, потому что, ну, как-то народ-то не особо, вот уже, в Украине это уже была не первая революция, вот, сразу начинаются какие-то провокации, то есть, чтобы вот этот накал страстей, там, то сожгли они какую-то приемную, зачем вот это делать, понимаете? И все это вот обязательно мародерство, обязательно это вот, это страшная агрессия. Причем, что меня еще впечатлило в тот момент, это реакция простых людей. То есть, да, там, на Крещатике в центре, там, дым, вот это все, стреляют, людей убивают, а большая часть людей, что сделали, там, смели в магазинах все съедобное, сняли, значит, наличность, наличность, заправки очереди и валить из Украины. Все. Вот. Причем, там интересно было, что в Борисполе, в аэропорту, там, прям, вооруженный конвой не хватало чиновников и депутатов и конвоировали их в Раду, чтобы они там нужные законы принимали. То есть, это страшно, это варварство, это такая, знаете, толпа неуправляемая. Вот ты стоишь, там, 35 тысяч человек на Майдане, и они совершенно, вот, у них нету сознания, нету какого-то критического мышления о том, что происходит. Я тогда общалась с журналистами и говорю, что вы понимаете, что та ситуация плачевная, которая сейчас с Украиной, ее не Россия вам устроила. Это МВФ, это Запад, это те же самые США, которых вы сейчас ждете в благоденстве. Люди, у них нет понимания этого. Они вот, вот нам свободу, нам Европу, и что мы теперь имеем? Результаты, конечно, просто плачевные. И те же самые символы, понимаете, это обязательно националистические лозунги, это обязательно украинский язык, сейчас говорят белорусский язык, тихоновская. Давайте нам, зачем нам Россия, зачем нам с ней сотрудничать, мы будем с Европой. Ну вот еще только вас там не хватало. То есть, это настолько избитый сценарий, который, ну просто вот, ну я не знаю, понимаете, в здравом уме люди это понимают. Но когда вот это эффект толпы, вот эти эмоции, чувства владеют, это страшно. Люди не понимают, у них теряется полностью ориентация в пространстве, критичное мышление отключается. И эти провокации, понимаете, это отработано. Это действительно сценарий, это действительно уже просто вот просчитано психологами, за много лет испытаны эти цветные революции. Ну вот и ныне там, вот как вот все сначала, каждый раз, на те же грабли. Я вот хотела привести пример, например, да, вот сейчас нам показывают, да, вот мы видели кадры Белоруссии. Вот жестокость силовиков, там избили, там не знаю чего. При этом там я лично видела роли, когда девушка говорит, что ее там чуть не насиловали. Вот, а есть видеозаписи, как эта же девушка призывает затаскивать ОМОНовцев в подворотни, замазывать им каски, избивать их. Это же самая девушка. Еще вопрос, а как ее вообще выпустили-то? Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Склевали так, что мама не родная, не узнает. Ну все, все, малышечка, крошечка. Сказали, вы все, типа, против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 500. Их здесь можно будет реально зажать, щемить и п***ть. Их надо щемить. В круг реально по 100 человек собраться и их щемить. По 50. Их, они будут ссать, реально. Они боятся, и сами этой темноты боятся. Тут есть дворы с калитками. Надо просить открывать подъезды. И также в подъездах иметь кирпичи, камни, плитки, чтобы бить им по головам или по рукам, если чуть что не успеют заскочить. Вот. И людям кажется, что это зверство силовиков. Вот эту жестокость нельзя простить. А люди не понимают, они видят картинку, понимаете? И все. Они не понимают, что здесь правда, а что здесь ложь. Мы помним, как в Ливии штурм Триполи снимали в Катаре вообще в павильоне. И это используется, это на конвейер фактически поставлено. Вот, например, смотрите, да, те же снайперы, которые стреляют. Эти снайперы были на Украине в Киеве в 2014-м, в Москве в 93-м году, которые стреляли и в силовиков, и в мирных демонстрантов. А оказывается, это впервые вот на постсоветском пространстве, в 91-м году это было в Вильнюсе. Там было страшное, короче, событие. Это все просто трагедия. Это было представлено как жуткая агрессия советских войск. 13 мирных жителей погибли, их якобы вот танки расстреляли, то есть прям войска. Вот. А теперь выясняется, что очень многое из этого было постановкой. То есть, вот, например, да, я прям нашла статью. Это было в 91-м году в Вильнюсе. «Остановите, остановите убийство слабым голосом», повторяет там профессор музыки Ланс Бергис, и руки его трясутся. В результате диктор даже отказалась зачитывать в прямом эфире официальную версию событий. На всю страну показали телевизионные кадры, как танки стреляют, 13 трупов, и мир ахнул, узнав об очередной советской агрессии. А через много лет стало выясняться, что свои стреляли в своих, что там была группа провокаторов, переодетых в пограничников, типа советских солдат. Но как это выяснилось? Прокуратура очень серьезно расследовала все эти случаи. И, во-первых, выяснилось, что часть людей, они вообще были не в Вильнюсе, то есть там было для того, что в автокатастрофе человек погиб, его записали в жертву. Вот. Выяснилось, что люди были расстреляны не спереди и не со спины, а сверху вниз. То есть стреляли из окон. И, например, один человек был убит из винтовки 1891 года, то есть столетний далек. 1891? Да, то есть сто лет, да. То есть как бы понятно, что если бы это были войска, действительно солдаты, ну у них вряд ли на вооружении такое-то историческое, рухлиц такая, да, а здесь или кто-то из схрона достал. И вот получается, когда люди через 20 лет начали об этом говорить, то что вот сделали с одним из молодых политиков, Полецкисом, его начали судить за отрицание советской агрессии. Понимаете? То есть как ты мог усомниться, да, что это вот советские войска нас так, значит, убили. Ну и причем говорится, что это как раз вот кровь этих людей на руках тех, кто этот протест организовывал. Вот этих оппозиционеров, того же Ландсбергиса, который там с дрожащими руками говорил. И вот интересный момент. Рассказывает лидер просоветской организации единства Валерий Иванов. Машины скорой помощи имитировали массовый вывоз раненых с места событий. То есть они подъезжали к телецентру каждые 5 минут, останавливались, постояв, немного быстро отъезжали, включив мигалку и звуковой сигнал. Причем с улицы никого не брали, то есть двери оставались закрытыми. Но все это снимали журналисты, это на весь мир. Причем, естественно, вот это, что в Беларуси, я вот уверена, в Киеве в 2014 году весь второй этаж дома профсоюзов киевского был занят иностранными вот этими телекомпаниями. Заранными журналистскими группами, там и Швеция, и пожалуйста, все вещают. Понимаете? И причем у них заранее, у них всегда самые выгодные места, они всегда знают, как снять. То есть вот все у них прям как вот стреляют, как люди гибнут. Сами журналисты, вспомните, ни в 93 году, ни в 2014, ни в 91 году в Вильнюсе не пострадали. Хотя как бы вот на самых козырных местах. Вот. Ну получается, что сценарий он везде, в принципе, с годами практически не меняется. Он один в один стреляли в Украине, стреляли в 93 году тоже с крыши посольства США, насколько я помню, да? То есть все происходит один в один. Да, и понимаете, это обязательно делают так, что это власть виновата. И обязательно должна быть, ну вот, как говорят, сакральная жертва, да, кровь. То есть чтобы люди, ну а как можно такое? Вот они сейчас, женщины выходят с цветами там в Минске, так же, как на всех остальных. То есть мы можем ли предполагать, что такими стрелками, возможно, могли бы быть в Белоруссии чуваковаков, которые заранее задержали? Да, но в принципе в итоге-то получилось, что там и нет снайперов. Там нет снайперов. Там нет снайперов. Там люди пострадали, ну, как говорят, там от резиновых пуль, да, от светошумовых гранат были избиты. Тоже вопрос кем, да? Вот. А снайперов там не появилось. Но сценарий действительно абсолютно идентичный. И приводит он вообще ни разу не к освобождению. Никакого социально-экономического кризиса он не разрешает. То есть если мы хотим сказать, если хочешь узнать, что произойдет с твоей стороной после цветной революции, посмотри, что произошло с СССР после 93-го года, да? Да, с СССР, пожалуйста. То, как мы живем, по сути, это и был переворот. В 93-м году в Москве это однозначно была. Ну, такая же цветная революция, это многие признают, даже советские, там, и Хасбулатов, и Рудской, они говорят об этом, что это было обкатано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова